Гипертрофия и гиперплазия Сила мышц зависит от количества параллельно работающих контрактильных единиц Следовательно, для увеличения силы мышц должны появиться дополнительные параллельно работающие миофибрилы Молекулярные измерительные системы миофибрилы представляют собой по-настоящему большие структуры В результате силового тренинга эти структуры прибавляются Вместе с новыми миофибрилами в мышечные клетки добавляется и большое количество других необходимых молекул В результате всего этого мышечная масса и наружный объем начинают расти Гипертрофироваться Как говорилось ранее, в настоящее время еще не существует однозначного понимания, как механическая нагрузка, например, поднятие штанги, трансформируется в сигнал, руководящий добавлением миофибрил Одной из популярных теорий является модель мышечного повреждения, объясняющая, что гипертрофия мышцы возникает через микроповреждение миофибрил, если к мышце применяются большие моменты силы Существует также альтернативная гипотеза, но все согласны с тем, что мышечная масса более всего увеличивается под воздействием максимальных силовых упражнений Основой гипертрофии является синтез белка В связи с последним важны два фактора Структура белков наследуется от родителей и является индивидуальной Во-вторых, скорость и размер синтеза белка зависит от многих факторов, не имеющих отношения к тренировке, таких как питание и концентрация гормонов Следовательно, одна и та же тренировка развивает мышцы разных людей по-разному Иногда это различие может быть заметным, если один из спортсменов наращивает большие мышцы, а изменение другого малозаметно Но это не значит, что для тренировки мышц последним из спортсменов следует использовать другие средства Механизм возникновения гипертрофии по-прежнему тот же Отличается лишь индивидуальный масштаб приспосабливания Гиперплазия Возникновение новых клеток называется гиперплазией Гиперплазия мышечных клеток может происходить двумя способами Делением имеющихся клеток по длине или появлением новых клеток из клеток сателлитов, похожих на стволовые клетки Стволовые клетки это универсальные исходные клетки, из которых в эмбриональном возрасте в результате специализации формируются все образующие тело ткани Часть таких клеток остается в мышцах и после рождения, являясь определенным строительным резервом внутри мышц К примеру, для заживления мышечных повреждений Сравнительно долгое время бытовало мнение, что в результате тренировки новые мышечные волокна не образуются Правильнее было бы сказать, что никто не видел прямых доказательств гиперплазии мышц Проблема состоит в том, что никто не хочет жертвовать своими хорошо натренированными мышцами Для основательного исследования, для которого нужно практически удалить мышцы Причем в двуглавой мышце плеча, бицепса, например, около 500 тысяч мышечных волокон Для микроскопического исследования, каждого из которых потребовались бы годы О том, что гиперплазия имеет место в человеческом организме, говорят косвенные факты Если сравнивать большие мышцы культуриста с мышцами человека, занимающегося обычными силовыми тренировками Бывает, что объем мышечных волокон последнего больше, чем у культуриста И все же, заметное различие в размере мышц говорит в пользу культуриста Противоречие объясняется большим количеством мышечных волокон Кроме того, опыты на животных указывают на наличие гиперплазии Из этих наблюдений вытекают два правила Для возникновения гиперплазии необходимы экстремальные повреждающие мышцу нагрузки Сначала гипертрофия, затем гиперплазия Очевидно, гиперплазия у человека происходит путем разрушения мышечных волокон Объем мышечной клетки не может расти бесконечно Клетки мышц питаются питательными веществами, поступающими извне Попадающими во внутриклеточные процессы через окружающую клетку, мембрану При увеличении объема мышца возрастает Возрастает расстояние между мембраной и глубинами клетки Поскольку скорость движения питательных веществ не изменяется То с увеличением расстояния понижается доступность питательных веществ И мышечные клетки появляются зоны, в которые больше не поступает достаточного количества питательных веществ и кислорода Так гипертрофия мышцы становится мешающим фактором При увеличении нагрузки у мышцы остается две возможности Затормозить рост мышечной массы или разрушиться Чаще затормаживается рост мышцы И поскольку нагрузки должны постоянно увеличиваться, здесь тоже наступает предел Спортсмен просто не может работать с большими нагрузками В то же время у многих культуристов замечено расщепление мышечного волокна Этому способствуют как ориентированные на рост мышцы тренировочной нагрузки Так и сопутствующие средства восстановления В таком случае мышечная клетка расщепляется вдоль своей длины Образует два волокна вместо одного Они в свою очередь могут увеличиться до определенного предела Что отражается на возобновлении роста внешнего объема мышцы Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok